Григорий Бакланов. Литературные чтения. Звонок из минувшего. Канал для души приветствует вас и желает вам приятного прослушивания. Канал для души приветствует вас и желает вам приятного прослушивания. И это почему-то не считается ни за что. Безобразие это уже тысячи лет длится. Еще у Сенеки среди всякой болтовни встречается эта мысль, выраженная довольно точно. А вот те, кому уделили время, не считают себя должниками, хотя единственно времени не возвратит даже знающий благодарность. Я имел глупость прочесть это жене, и теперь она всякий раз с улыбкой просветителя говорит мне, еще Сенеко сказал. И, подняв вверх палец, перевирает эту мысль как может, доводя ее до полнейшей бессмыслицы. Но неизменными остаются слова «Никто тебе не возвратит». Сенеко она произносит так, словно был он не римлянин, а украинец или японец. Сенеко. Сейчас придет человек, который возьмет мое время. И что мне в конце концов до того, знает он или не знает благодарность, мне его благодарность не нужна. И все-таки я не мог отказать. Я уже дважды назначал ему. Жизнь переменила роли. Когда-то он был майор, начальник штаба полка, а я штабной телефонист. Моему сыну, тридцатилетнему человеку, не объяснишь сегодня, какое неизмеримое расстояние разделяло нас, хотя мы и были рядом. Ежедневно сын видит на улицах десятки майоров, исправно идущих и едущих с портфелями. А ведь в ту пору от этого человека зависело столько, сколько от министра не зависит сегодня. Жизнь моя была в его руках. И он жалел меня, мальчишку, хотя ценности я не представлял никакой. А сегодня он говорит со мной искательно и будет о чем-то просить, я уверен в этом. Твердой походкой, с беспечным видом, потому что мне предстоит лгать, я вхожу в комнату жены. Совершенно забыл тебя предупредить. Звонил опять этот, ну, этот, я щелкаю пальцами, прося напомнить, придет ко мне в 12 часов. Таратин! Это хорошо, у меня лекций нет, а так представь свое положение. Открывается дверь и... Жена сидит на мягком пуфе, причесывается перед зеркалом. Когда прожито вместе три с лишним десятка лет, открытий быть не может. Сейчас мне будет сказано, эта встреча нужна тебе или ему. Кому из вас двоих нужна эта встреча? Не касаясь ярких от помады губ бледным языком, она смачивает палец слюной, проводит им по одной, по другой брови. Она пудрилась. Мое положение представлять незачем. Давай представим твое. Эта встреча нужна тебе или ему? Поставь перед собой вопрос. Кому из вас двоих нужна эта встреча? И она взглядом и наклоном головы целиком одобряет себя в зеркале. Я в своей жизни не видел человека, который бы так естественно чувствовал себя перед зеркалом, как моя жена. И я терпеть не могу эти разговоры с моим отражением. Она сидит, а я просителем стою позади нее в домашних тапочках на паркете с бородой, лысиной, которую солидно оглаживаю. Я выхожу из зеркала. От окна мне виден синеватый ее висок с морщинами и венами. Кожа тут истанчившаяся, а летний тон загара, положенный на лицо, сюда не достал. Нельзя же ко всем и ко всему подходить с единственной этой меркой. Тебе нужно или ему. Но ты ведь знаешь, зачем он идет? И опять одобрение самой себе в зеркале и утвердительный наклон головы. А ты подумала о том, что если бы не этот человек, так твоего мужа, меня, у тебя сегодня, может быть, уже не было бы мужа. Поставь перед собой вопрос, а ты подумала о том. От долгой совместной жизни у нас даже строй речи одинаков. По-моему, у тебя уже были памятные встречи. Мало? Встречайся. Меня, во всяком случае, дома не будет. И взглядом окончательно одобрив себя в зеркале, она встает с превосходством человека, который, по крайней мере, не лгал. Худая, спортивная, современная, в самой модной кофточке поверх самых модных брюк. Оглядывает себя в трех зеркалах и с той, и с этой стороны, и со спины. Я уже не попадаю в поле ее зрения. Ровно в двенадцать звонок в дверь. Я слышу, как тихо стукнула дверь лифта, шаги, долгая пауза и звонок, обрывистый, резкий. Чужая рука звонит. С приготовленной улыбкой я спешу навстречу, зажигаю свет, широко распахиваю дверь. Старик стоит передо мной на площадке лестницы. Если б я не ждал, не знал заранее, я бы спросил, вам кого? И у него в глазах. Я это перед ним или не я? В одной руке он держит толстый портфель, шляпу из серой соломки. Другой, вздрагивающей рукой, скомканным в ней платком, утирает потную шею. Не успев утереться, застигнутый с этим жестом, он улыбается мне, виновата и ласково. Жарко. Почему он такой маленький? Он был выше ростом. Ужасная жара, говорю я. И это только май месяц. Я стою в летней рубашке на выпуск, с короткими рукавами. Он в темном шерстяном костюме, в галстуке, в такую жару. Некоторое время мы трясем друг другу руки, потом происходит обычное препирательство. Он хочет надеть какие-нибудь тапочки. Я ни в коем случае не позволяю. Бессмертный Гоголь, написавший бессмертную сцену, всякий раз вновь и вновь разыгрываемую всеми в дверях, если б жил сегодня, написал бы, наверное, еще сцену с тапочками, которая постоянно повторяется в московских домах со множеством нюансов и различных оттенков, поскольку и тут есть своя табель о рангах. Он настаивает так, словно решил скорее жизнь положить, но я тверд. У нас нет этого всеобщего помешательства. Бросьте, бросьте, мы не следим. Я, конечно, сразу заметил черные резиновые подошвы его ботинок, от которых на белом паркете останутся черные следы. Но что делать? Пошуршав целлофаном, он достает из портфеля задохнувшиеся без воздуха обмякшие цветы, ищет глазами кого-то за моей спиной. Это он жене принес. Ну что вы, зачем? Цветы дают мне некоторый тайм-аут. Я спешу на кухню, поставить их в вазу, шумлю водой, что-то кричу оттуда. Когда возвращаюсь, он также стоит в передней, не решившись без меня пройти в кабинет. Мы входим вместе. — Это ваш кабинет? — спрашивает он, будто вступая в святая святых, и останавливается на пороге. Мы осматриваем с ним застекленные полки. Я достаю несколько редких изданий. Он не берет их в руки. Жарко, руки влажные. Наконец мы садимся. Мы сидим, смотрим друг на друга и улыбаемся. Ремни, пряжки, ордена на той и на этой стороне груди, воинственный вид, строгий взгляд из-под лакового козырька фуражки. Куда все это делось? Что с нами делают годы? Неужели я тоже выгляжу вот так? Инстинктивно я даже пересаживаюсь повыше. Впрочем, он и тогда уже был не молод, он был значительно старше меня. Я боялся идти, — говорит он, улыбаясь мне застенчиво и ласково. Прежде я этой улыбки не знал у него. Я помню вас совсем молодым. Вот на этой фотографии. Он начинает рыться в портфеле, стоящем на полу. Боялся, но шел. А зачем шел? Но я говорю, да, да, да. Я, конечно, знаю, зачем он шел. Каждую весну, еще не успевают закончиться выпускные экзамены в школах, меня начинают разыскивать знакомые, полузнакомые. Со мной вдруг стремятся восстановить знакомство люди, которых я не встречал последние лет двадцать-тридцать. Все, у кого дети не имеют четко выраженных способностей к точным наукам, чьи дочери не надеются быть принятыми на актерское отделение гитисов, гика, и от этого решили стать филологами, историками, все эти люди начинают разыскивать меня. Вот и его сын, дочь, племянница, племянник, не знаю кто, но кто-то определенно решил обременить с собой историческую науку. И, обредившись в темный костюм, надев галстук, он пришел ко мне. Я заметил качественную перемену, проступившую с годами. Раньше правдами и неправдами стремились устроить балбесов. Теперь просят за хороших ребят. Просят, в сущности, о том, чтобы к ним отнеслись объективно, всего лишь. Но мне от этого не легче. Мне все равно надо идти, просить. А ведь, прося за кого-то, ты отнимаешь у себя возможность обратиться, когда необходимо будет тебе. И я знаю всю сложную бухгалтерию этого дела, всю эту ежегодную калькуляцию. Он достает, наконец, фотографию, и мы начинаем рассматривать ее, надев очки. Нам уже нужны очки, чтобы увидеть самих себя молодыми. Это за веной, говорит он, и я перехватываю его взгляд. Он смотрит на мою загорелую лысину и бороду. Чем меньше волос на голове, тем гуще, как известно, они растут на лице. С тех пор, как я облысел, я отпустил бороду. Она не только изменила мою внешность, изменились жесты, походка, все стало значительнее. Мы все играем взятые на себя роли. Одни удачней, у других получается хуже. И те, кто лучше вжился в роль, сросся, давно уже забыл свою сущность. А может, ее и не было вовсе. Нечего было терять. На фотографии того времени я длинноногой, худой, удлиненной кверху пилоткой и заспанный-заспанный. Мы куда-то передислоцировались, ехали всю ночь. Я заснул под утро в кузове грузовика, и тут меня вытащили фотографироваться. И вот мы стоим на каком-то косогоре, сапогами в траве, туман, раннее утро. Как живо помнишь, что было тогда, как трудно теперь бывает вспомнить, куда ты положил очки, что вчера было. Да, это за Веной. Уже кончилась или кончалась война. Таратин стоит в центре. По правую его руку шофер, по левую я. А в траве у его ног, став на колено, ординарец с глупой улыбкой веером развернул аккордеон вовсю ширь мехов. Спохватившись, я иду в столовую, достаю из бара коньяки. Где все же до сих пор может ходить жена? Бутылки, рюмки, тарелки, ножи, большое деревянное блюдо с фруктами, все это я несу впереди себя, со всем этим в пальцах, в обеих руках вдвигаюсь в кабинет. Я ставлю на журнальный столик бутылки, тарелки, блюда. У вас нет этой фотографии, говорит он. Я специально переснял. И стеснительно подвигает мне фотографию по столу. И вот этим движением руки подвигается к нашему главному разговору. Но я уже просил за двоих и обещал просить за третьего. Не могу же я бесконечно. Мы столько лет не виделись, говорю я, откупоривая бутылку Енисели. Был у меня мелкий соблазн взять уже начатую, но я устыдился. Не откупорить новую бутылку, это обидеть его. Он останавливает мою руку. Не надо. Жарко. И на сердце кладет ладонь, как бы от всего сердца благодаря. У меня был второй инфаркт. Во мне пробило. Надо просить. Второй инфаркт. Ему нельзя отказать. Но, боже мой, хоть бы месяцем раньше кто обращается в мае? Наверное, истинная боль отразилась на моем лице, потому что он стал меня утешать. Ничего, он выкарабкался. Сейчас уже ничего. Это зимой было. Помните, я позвонил вам. Вот вскоре после этого. Да-да, он звонил. Мы условились, и я обрадовался, что он больше не звонит. А у него был инфаркт. Могло случиться, что он звонил последний раз в жизни. Пиджак снимите, кидаюсь я ухаживать. Жарко. Но он явно чего-то стесняется. Может быть, своей пропотевшей рубашки. Ничего, ничего. Жару я переношу хорошо. Он опять нагнулся к портфелю, роется в нем, разогнулся, лицо темное от прихлынувшей крови. В руке он держит что-то большое, переплетенное в зеленый калинкор. Я хотел просить вас. Конечно, это не тот масштаб, к которому вы привыкли. Я понимаю, но я вот тут написал. Он протягивает мне это через стол. Я из рук в руки принимаю, и мышцы моего лица сами вытягиваются в торжественное, приличествующее этому акту выражение, когда одна сторона передает, другая принимает от нее нечто. Но я еще жду. Я все еще не понял, что это и есть его просьба, ради которой он шел. Так вот что оказывается. Он принес и хочет, чтобы я прочел эту его, что это, повесть, исследование, трактат. Все пишут, и я написал. Пытается он пошутить, но шутка не получилась, и улыбка не получилась. И вдруг острая жалость пронзает. Да, я чувствую именно это, как острая жалость пронзает меня. Сердце просто сжимается от жалости к нему. Мог ли я думать тогда, в ту пору, что настанет день, и старый человек принесет мне свои записки. Ведь это финал, финиш. Тысячи пенсионеров пишут сейчас, множество отставных военных, либо пишут воспоминания, либо собирают марки. А переплет какой, роскошный переплет. Я с интересом прочту, говорю я, машинально взвешивая рукопись. Может быть, для вас как раз не будет ничего интересного, но я пытался обобщать, заверяет он меня. Хочет, хочет надеяться. Против этого соблазна нет сильных и трезвых нет. Человек, однажды взявший перо в руки, обречен. Только поздно он собрался. Для этого нужна вся жизнь, а не последние ее дни. Он сидит такой провинциальный. Кровь, прихлынувшая к лицу, когда он нагибался, теперь отхлынула, лицо бледно, в холодном поту. Вот что стоило ему отдать свою рукопись. Нет, нет, я с интересом прочту, настаиваю я, и я не сомневаюсь, ведь это наше, пережитое. Пережитое. С надеждой взглядывает он на меня, а в черных его глазах я вижу мутноватый старческий ободок. Если бы у меня был сын, я бы оставил ему, пусть не при мне, пускай после меня, но у нас с женой нет детей. Так уж случилось. Конечно, мне бы хотелось услышать, и все-таки это не главное. Просто я хотел, чтобы осталось. война была такая большая, и каждый пережил свое. Вначале я думал, может быть, не надо, но ведь это было. Он посмотрел на меня, я молчал, а потом, когда случился второй инфаркт. В общем, я решился. Знаете, оказывается, для этого тоже нужна смелость. Большие люди, смелые в бою, на лице его появилось пристыженное выражение, в книгах, знаете, как-то очень робко, не решаются. Впрочем, может быть, не сочли, я только он взглядом издали коснулся своей рукописи. Я записал, что видел сам, чтобы не ушло со мной. Я обещаю быстро прочесть, позвонить. Ах, как стыдно, что я так суетился. Заметил он. Понял? Я проводил его до лифта, подождал за сеткой, пока он нажмет кнопку. Вернулся, закрыл дверь, и некоторое время стоял перед дверью, глядя в пол. Было стыдно. Из окна я посмотрел сверху, как он идет по двору, вытирая платком шею, голову, дошел до угла, надел шляпу, что-то ищет по карманам, возвращается. Нет, нашел. Серая шляпа его из соломки скрылась за углом, за водосточной трубой. Я почувствовал вдруг, больше никогда его не увижу. шляпу.